Всем хай народ, вы на канале SkyTopGames и это очередной ролик с новостями Эврима. Итак, вышел 47-й Девлог Эврима, всем кто читал, тот молодец, всем кто не читал, ну честно скажу сырой. Ничего нового, собственно, на мой взгляд, но ща вкратце скажу. А сегодня еще и вышло обновление, вернее патч 0.142861, в котором я конечно не надеялся на Диаблика, но ждал, что его добавят на предыдущие хор-тесты, и уже с этим обновлением его добавят. Анхрен там называется, Доди опять всех переиграл, но об этом в конце, также вкусная информация будет. Чуть попердим и поругаемся, короче, чо по Девлогу. Скины паттерна С, третичные скины теперь присутствуют в игре, большая палитра, на мой взгляд, глаз не режет, смотрится имбова на некоторых динозавров. Нам показали третичные скины на гипсе, тернозавра, галимимуса и три цератопса. Также был достигнут большой прогресс в работе над тернозавром, особенно в способности сокрушения и всех возможных ситуациях, которые она может вызвать. Надеюсь, это скоро будет закончено и нам хоть что-то покажут. Опять рассказали, что ведется работа над спаррингом Диабло Цератопса, что с ней баги и лично я уже что-то сомневаюсь, что Диабло будет добавлен в этом месяце, скорее всего к началу моей пенсии. Ладно, шутка. Показали новые оружейные шкафчики для людей-наемников, а также бензоколонки для машин Аполло Инженеринг. Эти бензоколонки можно будет найти на зонах заправки в людских постройках на карте. Но прежде людям нужно будет найти ключ-карту, иначе система не будет работать. В этом месяце Кьюалити Асараунд специалисты занимались огромными поисками различных ошибок в игре и предстоящем патче. Показали нам пару моментов, на которые лично забавно я был посмотреть, да, но мне уже честно плакать хочется. Также все больше говорят о мутациях. В основном они даже якобы завершены, и их баланс налажен. Их нужно будет протестировать в более масштабной среде, чтобы получить лучшее представление о том, как они будут развиваться. Ожидаю, конечно, я, что это будет представлено в будущем. Тест и хор-тест после выхода уже дяблика. Я не знаю. Да, кстати, если хочешь узнать, что конкретно интересное добавили в патче, чекай наш Дискорд и группу ВКонтакте, а также Телеграм. Перед тем, как перейдем к вкусному, я надеюсь, чуть попержу и понегодую. Опять какая-то непонятная затянутость. Глобал чат, скины, изменения в звуках, клево-клево. Так, переделка одних и тех же анимаций в сотый раз, да, кайф. Ну, там, конечно, изменение баланса, клево. Блин, ну больше динозавров. Оптимизация, усовершенствование, хорошо. Но только чтобы никак на хардах была просадка у меня лично до 5 фпс. Исправление спарринга Диабло длится уже год, наверное. И все этот спарринг у них. Донти попросту, на мой взгляд, отмазывается просто. Он не хочет совершенно быстро развивать свой продукт. Он боится, что продукт может всем надоесть. И основная часть игроков, новичков, любителей динозавров может его не заметить. Проект покупается до сих пор. И приток бабла там нехилый. Я ничего не говорю, что продукт плохой. Плохой начальник просто. Выгоните его за шею из студии. Команда разработчиков из 16-18 человек. Немаленькая студия, я бы сказал. В принципе, прилично. У некоторых, я знаю точно, есть стремление развить свой продукт быстрее и лучше. Но пиццеед Донди рулит, закрыв всем рты. Выгнав даже и финансового менеджера. Который мог распределить бабки в нужное русло для развития проекта. Короче, пока забудем. Я отдельно сделаю ролик, если в этом месяце нам не ждать Диабло. Но просто для того, чтобы излить душу вам. Ведь у вас у всех тоже горит, читая ваши комментарии. Да, многие могут утверждать, что игра делается на качество. Совершенно верно. Сравнить и в Риму, и другую игру про динозавров. Качество супер, но вот продвижение ноль. Все потому, что кто-то любит деньги, получает их в немалом количестве, но выкладывает, простите, но вкладывать в проект боится или не хочет. Это как нефть. Она ведь когда-то закончится, и ты никому не нужен будешь. Ну ты понял, о чем я? Ты же умный. Но вот такие мы люди, что мы ждем и верим. Мы полюбили этот продукт. Короче, чуть вкуснятинки. И я надеюсь, что эти обещания не будут пустыми словами. У проекта есть будущее, но рыб гниет с головы. Короче, моделька Мегалания. Что была показана неделю вроде назад, да. Как мне показалось, ее уже где-то спойлерили. И многие могли о ней забыть. Проедем, короче. В общем, информация от источников, что этот тот самый секретный не динозавр на дорожной карте, он будет в промежутке выхода динозавров. После Аллозавра, либо до. Пока не ясно и не точно. Модель может уже иметь анимацию, кривую и пока убогую. Когда ее покажут, это вопрос. С будущим патчем. Пока непонятно. Каким? Будут добавлены для взаимодействия шкафчики с оружием, что показали в девлоге и что есть уже на карте, где будет храниться оружие. Не думайте, что вы начнете игру уже имея полный арсенал. На карте вам нужно будет все время все крафтить. Разговор про ближайший патч. Хортест, как мне сказали, уже будет с Дьявла Царатопс. Температура в игре. Они пока что откладывают эту систему в дальний ящик шкафа. На мой взгляд, правильно. Дайте чуть больше динозавров новых. Расширьте нам геймплей игры. Некоторые аниматоры в промежутке времени работают над каннибалами, которых точно внесут в игру. Но они будут отключены на официальных серверах. Короче, палец вверх, подписка на канал, пиши комментарий, бацай в колокольчик. Ждем Диабла Царатопса. А может быть еще что нам занесут. Но я чувствую, скоро наши жопы сгорят. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры создавал DimaTorzok Диабла Царатопса.